Девушки отдыхают Придётся уйти. Собирайся. Даю время. До завтра. Прощай. Меня выгоняют. Это же не ты рассказала. Нет. Я ничего не говорила. Ладно. Всё равно здесь отстойно. Найдём себе дом получше. Но я не хочу уходить. Ладно. Оставайся. Ты всегда была обузой. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Привет, Джен. Привет. Входи. Давай возьму вещи. Спасибо. Входи. Эй. Как красиво. Шикарный дом. Я всегда о таком мечтала. Спасибо. Да. Я согласна. Раньше здесь жила моя бабушка, а потом родители. Мы здесь всего пару недель, но уже чувствуем себя как дома. Ладно, покажу тебе твою комнату. Да. Привет, Джен. Рад тебя видеть. Надеюсь, дом понравился. Спасибо. Как дела? Хорошо. Я хотела показать комнату. Ладно, да. Дом просто чудо. Сами декорировали? Вроде того. Немного от моей мамы, немного от меня, но вышло неплохо. Вот и комната. Не хватает пары вещей, но… Как красиво. И кровать – фантастика. Согласна. Тим хотел выбросить часть вещей, а я решила покрасить их. Дала вторую жизнь. Мне это нравится. Давайте второй шанс. Да. Идём, Джен-Джен, скорей ко мне в комнату. Ладно. Веди. Нам наверх. Ясно. Сюда. Всё будет хорошо. Хорошо. Не переживай. Доброе утро. Я уже проверила Калли, пока что спит. Проснётся где-то через час. Не забудь… Дать бутылочку собрать Алана и отвезти в школу. Знаю, знаю. Я перегибаю, но… Просто… Может, отложить работу на день или два? Рано или поздно вам придётся их оставить. И легче не станет. А можно узнать, чем вы занимаетесь? Цифровыми архивами. Работаю на музеи, библиотеки и тому подобное. Мы сохраняем их данные в цифровой форме. Знаешь, я могу отложить работу до завтра. Правда, Фэй. Не переживайте. У меня есть все номера и расписания. А если что, Аллан мне поможет. Правда? Да, Джен-Джен. Да. Ладно. Но, пожалуйста, если что, сразу звони. А ты… Повеселись сегодня. Ладно. Хорошо. Есть хочешь яичницу? Нет? Тогда хлопья. Фрукты. Кайла. Да. Это Фэй Уэллс. Фэй Уэллс – это Кайла Рап. Фэй помогает нам с вариантами. Отлично. Приятно познакомиться. Мне тоже, Кайла. Не терпится начать. Дамы, если я вам больше не нужен, разрешите откланяться. Стой. Надо обсудить маньчжурские файлы. Да, конечно. Отлично. Я на минуту. Присаживайтесь. Да. Слушаю. Документы, насчёт которых я думала, это неправильно. Что? Поймала. Простите, я просто… Дети впервые остались с няней? Да. Не волнуйтесь, станет легче. Давайте введу вас в курс дела. Конечно. Алан? Джен? Джен? Алан? Джен? Мама! Привет, Фэй. Я напугалась. Где вы были? У соседей. И что вы там делали? Нашли друзей. У них такие классные видеоигры. Ого. Здорово. Просто улыбнись и отдай ей флайер. Привет. Мы Бенсона, я Клэр, мой сын Кайл. Мы ваши соседи. Я новая няня Джен Рэссел. Приятно познакомиться. Привет, я Кайл. Привет. Привет. Мы хотели напомнить вам о традиционном ужине. Мама организует. Это ежегодное районное мероприятие. Мы готовим по блюду и ходим по очереди по домам. Хорошая возможность познакомиться поближе. Было бы здорово. Но не знаю, успею ли я что-то приготовить. Я могу. Люблю готовить. Уверена? Да, без проблем. Извините, мне пора. Была рада познакомиться. Мы тоже рады, спасибо. Похоже, вам повезло. Да. Фэй, угадай, у кого встреча с Родом Топпингом в Портленде через три недели. С ума сойти. Что за Род Топпинг? Что за Род Топпинг? Это владелец крупнейшей империи спорттоваров во всем мире. Ему нужен шлем, который вы производите? Пока не производим, это прототип. Сейчас. О нет, все попадали. Вот взгляни, наш шлем. Спартанец 3000. Тут внутри датчики безопасности по всему периметру. Клёво. А розовые есть? Нет. Милый, а ты не опоздаешь? Да, точно. Пока. Пока. Пока, сынок. Пока, пап. Веди себя хорошо. Ладно. Хорошо. Да. Джен, я сегодня буду поздно, ничего? Да, без проблем. Не забудьте, сегодня у вас ужин с соседями. У меня почти всё есть. Но надо в магазин за парой мелочей. Ладно. Что ж, я тебя подвезу, мне по пути. Идеально. Поедем, Алла. Давай. Супермаркет Мосс. Джен. Я забыла про деньги. Спасибо. Алекса? Простите, похоже, вы меня с кем-то спутали. Извините, вы похожи на мою знакомую. Меня часто путают. Такое уж лицо. Поезжайте на работу, вдруг опоздаете. Не справлюсь, всё уже нашла. Спасибо. Ладно. Пока-пока. Пока. Ты что тут забыла? Клянусь, Алекса, я не знала, что ты здесь живёшь. Обещаю, я ничего не скажу. Уж постарайся. А то, знаешь, всякое бывает. Не вижу. Может, тут? И тут не вижу. Возможно, здесь? Да, должно быть здесь. Привет, Тим. Видел сообщение про вечеринку? Кому-то из нас стоит приехать. Привет. Фэй! Видели, как я переставила мебель? Хотела устроить сюрприз. Вам нравится? В комнате стало уютнее. Но мне больше нравится, как было раньше. Развлекаешься? Привет. Вот ты где. Дом выглядит чудесно. Она сущий ангел. А её закуски просто объедение. Спасибо. Фэй, Тим, как поживаете? Вообще-то, это наша няня Джен, а это моя жена Фэй. Простите, рад познакомиться. Ваши закуски шикарные. Поделитесь рецептом. Их приготовила Джен. Ясно, простите. Не расскажете? Конечно. Тим Уэллс. Да. Знакомое имя. Вы спортсмен, да? Был когда-то, пока не получил травму. Я пойду проверю малыша. Выпьете? Да. Так началась моя новая карьера. Наша компания разрабатывает умный футбольный шлем. Здорово. Да-да, уже готов прототип. А через три недели у меня встреча с родом топпингом. Поздравляю. Да. Сам взбитый топпинг? Да. Простите. Здорово. Взбитый топпинг? Надеюсь, это милое прозвище. В том году сотрудник зарядил ему в лицо пирогом, интернет разрывался. Нет. Он был в бешенстве. Тогда не стоит добавлять это в презентацию. Ты так думаешь? Ладно, не буду. А может, вставлю. Народ. Дельный совет. Пора идти в другой дом. Пошли, все за мной. К соседям, скорее. Меняем локацию. Простите. Пора идти к соседям на суп или салат. Я лучше останусь. Присмотрю за малышом. И хочу прибраться, прежде чем идти спать. Как тебе мебель? Выглядит здорово. Погнали! Да-да, сейчас. Стало посвободнее. Ладно, тебе виднее так и быть. Я пойду с Джонатаном. Вдруг захочет инвестировать. Было бы здорово. Ладно? Да. Хорошо. Спокойной ночи. Пока. Люблю тебя. Класс. Мам, я есть хочу. Джен, ты встала? Подожди. Ладно. Джен? Джен! Ты не спишь? Джен! Дети проголодались. Ладно. Ой, что-то мне нехорошо. Ты хоть сможешь встать с постели? Что? Это не моё. Наверное, кто-то ночью оставил. Я в норме. Идите. Я со всем разберусь. Не волнуйтесь. Хорошо. Мне надо на работу. Наверное, кто-то нар erst dólar. Мне надо остановиться. Едите хотякую Rose. Тарел знает ли engineslar. Они nurturing удара. Тарел з siguiente персонажа. Удивительная детализация. Да. Как закончим с ней, что дальше? Когда всё отсканируем, представим совету. Если дадут добро, приступим к другим коллекциям. Ладно. Что это с ней? Неважно себя чувствует. Боже, видимо, жуткое похмелье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, я Фей Уэллс. Привет, я Фей Уэллс. Цифровой архивариус. У меня двое детей. Аллен и Калеб. Джен! Джен! Уже обед пойдёшь? Джен! Нет, мне надо домой. Джен! Алан. Почему ты в моей одежде? Мы с детьми играли, и я уснула. А где дети? Где они? Алан? Алан? Господи! Боже! Прости, мама! Я просто его купал! Алан! 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 Ты чуть не убила Калеба. Джен, мы больше не сможем доверить тебе детей. Тебе лучше уйти. Но... Мне некуда идти. Только на улицу. Позвольте остаться хоть до утра. Так и быть. Ещё одну ночь, а утром уходи. Боже. Точно? Ясно. Да. Ладно. Да. Спасибо. Так быстро новую няню не найти. В любом случае, я не оставлю Джен одну с детьми. Поработаю из дома. Пока она не уйдёт. Надеюсь, уже скоро. Да. Мне пора идти. Точно справишься одна целый день? Да. Ладно. Пойду. Звони. Люблю тебя. И я тебя. Веди себя хорошо. Да. До вечера. Аллен, родной, побудешь без меня? Да. Надо кое-что проверить. Джен? Джен! Серьёзно. Джен! Открой! Джен! Во сколько ты уйдёшь? Джен! Когда ты уезжаешь? Вы кто такой? И что делаете в моём доме? Йоу! Ты что творишь? Что за личности в моём доме? Аллен? Сынок. Он тебя не трогал? Хорошо. Здравствуйте. Хочу вызвать полицию на Мэйпл Драйв 211. В моём доме чужой человек. Нет. Он не вламывался. Нет. Он не угрожал. Просто приезжайте. Спасибо. Аллен, скорей, пойдём к твоему брату. Они ещё там? Внизу у неё. Откройте, сейчас же. Ты кто такой? А ты кто такой? Пока, малыш. До скорого. Какого чёрта ты устроила? Это наш дом. Убирайся отсюда. Ты меня слышала? Не совсем. Чёрт, ты... Извращенец! Нет, нет, я... Боже. Ну и урод. Что случилось? Не знаю. Она чокнутая. Надо её выпроводить. Срочно, вызовем полицию. Фэй? Уходи. Нет, Фэй. Впусти меня живо. Ты не посмеешь меня выгнать. Нет, уходи. Прошу тебя. Впусти, впусти, впусти. Уходи. Впусти, впусти. Оставь мою семью в покое. Это моя семья. Я вызову полицию. Уходи. Поздно. Её уже вызвали. Кошмар. Она ломилась в дверь и кричала на меня. Я же здесь живу. Нет, больше нет. Нет, живу. Я докажу. Мне прислали сюда письмо. На нём ваш адрес, мэм. Потому что она здесь жила, но больше не живёт. Она была няней, но мы её уволили. Вышвырнули без уведомления. Я сказала, что окажусь на улице, но им плевать. Всё было нормально, пока мистер Уэллс не начал приставать. Что? А миссис Уэллс, похоже, заревновала и поэтому меня выгнала. Это ложь. Она врёт. Это правда. Я видел из окна. Мистер Уэлл сорвал с неё полотенце. Он так говорит, потому что в неё влюблён. Фэй, это правда. Я тоже их видела. Мэм, где ваш муж? Покупает замки. Нам же надо их сменить. Вы не вправе, мэм. Послушайте. Вы хотите, чтобы она покинула дом. Но ей приходит на этот адрес почта. Значит, есть право на проживание. Согласно гражданскому кодексу, вы не вправе ограничивать ей доступ к собственности или распоряжаться её имуществом. Это же наш дом. У нас маленькие дети. Что вы нам предлагаете? Выселять её через суд, мэм. Вы выдвинете обвинение против мистера Уэллса? Что? Нет. Я хочу в свою комнату. Мне нехорошо. Потому что ты пьяна. Она чуть не убила моего сына. Мэм, обратитесь в суд. Прошу вас впустить её в дом. И взять свои вещи. Вы меня поняли? Поняли? Да. Да. Бред какой-то. Мы не обязаны с ней жить. Тим, успокойся. Успокойся? Ты слышишь? Час ночи. Что? Что? Держись от неё подальше. Больше к ней не подходи. В смысле, как это понимать? Тим, она заявила полиции, что ты до неё домогался. Соседка Клэр что-то говорила про полотенце. Нет, я пытался привлечь внимание. Взял за руку, а она нарочно уронила полотенце. Она чокнутая. Брось, ты же ей не веришь. Нет. Просто... Я не понимаю, с какой стати ты вообще поднял на неё руку. Я не поднимал. Всё было не так. И что нам теперь делать? Сказали, надо подать уведомления за три дня. Три дня. Пожалуйста, убавь громкость. Тим, милые, не надо. Наконец-то. У меня нет света. А ещё не будет воды, отопления и еды. Пока ты здесь живёшь. Но мы от тебя избавимся. Тим, нет. Она снимает. Аллен, сынок. Хватит грубить, Джен! Завтра повесим уведомления. Уведомления о выселении. Надеюсь, теперь-то она съедет. Сделаю кофе. Да. Я не возражаю. Всё в порядке. Привет, Джонни. Одну секунду. Посмотришь условия. Нет, спасибо, не сейчас. У меня звонок. В другой раз. Да, чудная затея со шлемом. Ладно. Она видела уведомления и не обрадовалась. Вот и отлично. Поняла, что не шутки. Хочешь ещё хлопьев? Да. Можно взять? Конечно. Мама, Джен уезжает? Да. Похоже на то. Ненавижу вас! Аллен. Аллен, вернись. И всего-то нужно официальное уведомление. Может, съедет к выходным. Надеюсь. Мама, что это? Я не знаю. Дай-ка. Тим! 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 В чём дело? У нашего дома грузовик. Не знаю. Я только вышел. Осторожно, Аллен. Вам помочь? Да, Джон Рассел. Внизу. Спасибо. Она уезжает. Простите, нет, стул остаётся. Мисс Рассел сказала забрать. Нет, это мой дом. Стул наш. Он остаётся. Ладно, но места не хватит. Что? Для чего? Нет, нет. Никаких вещей. Нет. Мы не… Что? Сказано, купила и оплатила Джон Рассел. Доставку тоже. Она покупает мебель. Что происходит? Я… Чем могу помочь? Тимоти и Фэй Уэллс? Да. Вам повестка. Что? Открыто. Она подала в суд. Двадцать тысяч долларов. Всё легко уладит. Двадцать тысяч? Ты спятила? Да, как же. Тим, милый, нам нужен адвокат. Аллен, иди ко мне. Посмотрим. Итак, она подаёт иск о вмешательстве в её личное пространство. Вы серьёзно? Но весь шум от неё, она даже не жилец. Мы взяли её няне, дали комнату. Она больше не няня, пусть съезжает. Да, всё верно, но не в этом штате. Здесь закон на стороне арендатора. Я бы не позволил даже переночевать на диване, не то что въехать. Но если так вышло, выдворить будет непросто. Я полагаю, она не делает в доме ничего противозаконного. Нет? Жаль, иначе мы смогли бы ускорить выселение. Послушайте, скажу вам откровенно, из сдержки выйдут немалые. Возможно, вам стоит с ней договориться вне суда. Я не дам ей ни цента. Мистер Алден, нам едва хватит денег на ваши услуги. Хорошо. Я понимаю. Посмотрим. Вы уже уведомили её о выселении. Это хорошо. Далее заявим о незаконном задержании имущества. Примерно через месяц будет слушание. Месяц? А что нам делать до тех пор? Она будет жить у вас. А вы будете её содержать и предоставлять всё, что обговаривалось изначально. Воду, электричество, еду. Еду? Пусть не еду, но всё остальное, и безо всяких жалоб. Я не шучу. Дело серьёзное. По закону она ваш арендатор. А значит, вам запрещено как-либо принуждать её покинуть дом. Понятно? Оставьте её в покое, если не хотите, чтобы ваш дом достался ей. Это какой-то бред. Может, отправим детей к твоей маме? Пока она не съедет. Ты смеёшься? Но мне надо готовиться к презентации в библиотеке. А тебе совсем скоро ехать в Портленд. Я думаю, так будет проще и безопаснее для всех. Может, ты права. Завтра позвоню маме, отвезём детей в выходные. Но не будем говорить, в чём дело, ладно? А то напугаем. Будет переживать. Да. Скажем, что детки соскучились. Ладно. Иди ко мне. Кто разобьёт? Кто хочет? Ты. Давай. Я схожу. Спасибо. Буду должен. Да. Что, мамуля? Калеб, тише. Тише. Эй, отойди от него. Я принесла его подушку, он плакал. Тебя здесь быть не должно. Вон, живо. Колпачок ручки с камерой и микрофоном. Субтитры создавал DimaTorzok Точно не хочешь остаться у мамы, когда отвезем ей детей? Нет смысла обоим быть дома. Нет, я не позволю выжить нас из собственного дома. Гляди на полный экран. Они едят нашу еду. Что бы ни было, не спускайся. Вам нельзя есть нашу еду. Мы не едим. В каком смысле? Вы что-то подсыпали в еду? Я так рада, что мы увезем детей. Спокойной ночи. Каждый раз, как я на кухне, ты… Не буду я делать сэндвичи. Ни за что. Ещё как будешь. Нет. Пока, малыш. Джен, у Гарна вчера была на кухне, да? И миссис Уэллс так на вас гнала. Откуда ты знаешь? Видел по камерам. Ты про тупого медведя, я про него знаю. Не-не-не-не, я про новое. Что? Да, имя напичкан весь дом. Знаешь, я покажу. Ладно. Я, бывает, взламываю чужие ноуты и камеры. По приколу. Гляди. Кошмар, это стрёмно. Они всё это время за мной следили? Извращенцы. Они за это заплатят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я остаюсь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мистер Топпинг, господа, спасибо, что согласились принять. Как вы знаете, я получил черепно-мозговую травму и был вынужден оставить карьеру в футболе. Я уверен, будь у меня шлем вроде Спартанца, 3000, этого бы не случилось. Как видите, за счёт дутой подкладки и гибкого корпуса... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тим, позволь тебя прервать. Тим, позволь тебя прервать. Я согласился на встречу, потому что я твой фанат. Спасибо. Но не столько твоей игры, сколько того, как ты изменил свою жизнь после травмы. Мы уже видели подобные гибкие шлемы. Поэтому расскажи что-нибудь другое, что конкретно делает твой шлем уникальным. Да, конечно, сэр. Инновационность шлема в датчиках, встроенных в подкладку. Скажем, игрок получает удар в голову. Тренер на скамейке тут же получает сообщение о тяжести воздействия. Так. Вот так. Так, попробуем. Попробуем. Он должен. Секунду, простите. Ничего. Обрезало. Тим, давай так, возвращайся, как продукт будет готов. Я могу объяснить, только переключу слайд. Вывести его. Вон. Вон отсюда. Сэр, я... Я этого не делал, я объясню. Естественно. Но из дома, а жене передай, что ее муж болван. У нас хорошие шансы. Она выступает сама, а это всегда плюс. Есть. Все шансы на победу. Очень хорошо иметь преимущество. Вот чёрт. Она наняла адвокатов. Они берут шесть сотен в час. Лучшее в своём деле. Откуда у неё деньги? Лучше не знать. Идёмте в другой кабинет. Поэтому можно сделать вывод. В чём он заключается? В том, что она злоупотребляет системой ради наживы. Ваша честь. Как видите, девушку наняли на роль няни. И в её услугах больше не нуждаются. Поэтому Уэлсам следует предоставить право на выселение. Спасибо. Мистер Дейкер, вам есть что ответить? Ваша честь, мистер Алден не упомянул, что комнату предоставили в обмен на работу. За которую моей клиентке обещали сумму ниже минимальной. Потом до неё домогались. И уволили. У нас есть полицейский отчёт о незаконном выселении моей клиентки. А также доказательства тактики запугивания. Прошу вас. Никакой воды, отопления и еды. Пока ты здесь живёшь, но мы от тебя избавимся. А главное уведомление о выселении, которое повесили на дверь клиентке, недействительно. Вот уведомление, вручённое клиентке. Как видите, на конце имени мисс Рассел стоит лишняя буква «Л». Не может быть. У меня нет выбора. Уведомление о выселении признано недействительным. Процесс выселения необходимо начать заново. Из-за опечатки это же глупо. Увы, такова процедура. Мне жаль. Мы также требуем полного возмещения судебных издержек. Принято. Следующее дело. Вот откуда у неё деньги. Все расходы возмещаете вы. Я не выдержу. Не вынесу ещё шесть недель. Шесть недель? Тим, Кен сказал, всё может растянуться на год. Он говорил, как всё ускорить. Если она сделает в доме что-то незаконное. Забудь, Тим. Тим! Как забыть? У нас не дом, а тюрьма. Мы боимся оставить здесь детей. Боимся даже за еду. Надо просто ей заплатить. Вот только чем? Ты уже без работы. Меня вот-вот уволят, а из-за неё щитов уже целая гора. Давай продадим машину. Класс. Или... Да, точно. Продадим машину. А лучше сразу дом. Или просто отдадим его ей. Я всё равно не хотел здесь жить. Ну, похоже, ты победила. И я тебе помог. Да? Я показал тебе камеры и взломал презентацию мистера Уэллса. Ты вроде как мне должна. Малыш, ради моей благодарности придётся ещё постараться. Да. Ну, ты и сучка. Притворяешься милой, чтобы добиться своего, но... Вообще-то... Знаешь, я бы мог всё им рассказать. Неужели? И что же именно? Я кое-что знаю о твоём стрёмном парне. Он торгует наркотой и приносит её тебе. На твоём месте я бы молчала. Почему это? Поверь. Тебе лучше не знать. Да. Вы можете... Нет, я говорил не с ним. Нет, я... Я не могу ждать. Проблема слишком затянулась. Почта не приходит уже несколько недель. И меня это расстраивает, потому что я... Я уже устал с этим разбираться. Мэйпл 211. Да, подожду. Привет, Тим. Привет, Кайл. Ну и стрёмный тип. И как ты пускаешь его в дом? Да, приходится. Понимаю, все пляшут под её дудку. Такая тварь. Только потребляет. Во всех смыслах. Ты про наркотики? Да. А ты не знал? Её парень толкает наркоту. И всегда приносит ей закинуться. Ты сам подумай. Думаешь, она даёт ему за спасибо? Да. Господи. Да ладно. Вернём его в другой раз. Класс. Эй, 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 эй. Пока. Грэй. Грэй. Грэй! Грэй! Субтитры сделал DimaTorzok Что ты тут делаешь? Нет, нет, нет. Не трогай улики. Попалась. Я звоню копам. За нарушение закона тебя выселят. Пустите меня в комнату, это глупо. Размечталась. Ни за что. Слава богу, вы здесь. Он снимал меня голой и не пускает в комнату. Это вранье. У нее на тумбочке наркотики. Я видел ее на кровати со шприцем в руках. Видел. И все заснял. Вот. Что ты тут делаешь? Нет, нет, нет. Не трогай улики. Попалась. Я звоню копам. За нарушение закона тебя выселят. Отстань от меня. Уйди. Ступай, проверь. Да, конечно. Прямо на тумбочке. Все лежит там. Подойдите. Все, что есть. Да, это мои лекарства от диабета. Подтвердился на той неделе. Я покажу рецепт для аптеки с назначением. Что? Нет, 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 нет. Мистер Уэллс, сами видите инсульт. А вы снимали ее без одежды и вторглись в комнату. Нет, нет. Я видел ее на кровати. Уведи его. Забирай. С парнем-наркоторговцем и шприцем в руках. Сидела на кровати. Вы вправе хранить молчание. Прошу прощения за неудобство. Вам помочь чем-то еще? Нет, спасибо вам. Вы совершаете ошибку. Не понимаете, в чем дело. Она чокнутая. Да, видели сотни раз. Не верится, что он зашел в комнату и снимал меня. Я хочу судебный запрет. Чтобы он не приближался. Тим? Тим, милый, в чем дело? Что случилось? Тим, что случилось? В чем дело? Мэм, отойдите. Что происходит? Что происходит? Прошу вас, отойдите. Почему мой муж в машине? Отойдите, мэм, прошу вас. Твой мини-спектакль меня очень выручил. Обращайся. Мэм, я позвоню чуть позже. Спасибо, офицер. Фей, я сделал все, что в моих силах, но ему нужен адвокат по уголовным делам. Я скажу вам откровенно. Подготовьтесь к крупному судебному иску. Она точно попытается вас засудить. Я уже видел подобное, поверьте. Она этого и добивалась. Пришел час расплаты. Скажите, когда он вернется домой? Ему нельзя домой. Слушание завтра, но против него выдан судебный запрет. Ему нельзя приближаться к дому. Я понимаю, как вам тяжело. Но в итоге все будет хорошо. Обещаю. Привет, Фей. Идем к нам. Мам. Нет? Бедняжка. Надо было откупиться. И я бы ушла. А теперь... Мне тут нравится. Все эти бабули на безделушки. Эй, Фей! Вино почти кончилось. Не волнуйся. Я добавила в список. Алан, милый, кушай. Тимати, ты тоже. Спасибо, бабушка. Да, мам. Спасибо, что приютила. Родной, я безумно вам рада. Жаль только, что Фей не приехала. Папа, а где мама? Мама дома, сынок. Как раз хочу ей позвонить. Ладно? Ладно. Ешь свои блинчики, жуй. Вкусные блинчики? Тим, все хорошо? Да, не понимаю, зачем ты осталась. Тут много места. Фей, пожалуйста, приезжай. Детям тебя не хватает. И мне тоже. Не оставайся в доме одна. Это опасно. Но я должна остаться. Кто-то должен. А раз ты не можешь... Я знаю, знаю. Прости меня. Ты была права. Она меня подставила. Давай от нее откупимся. Ладно. Все, продадим и выгоним ее. Машину. Дом, если придется. Он нравится твоей кузине. Ей продадим. Тим, мы опоздали. Не понимаешь? Даже если захотим, дом уже не продать. Его не купят с проблемным жильцом. Придется выселять ее через суд. Фей. Фей, слушай. Мне пора. Что ж, в этот раз бумаги в порядке. И поскольку мисс Рассел не явилась в суд, я не вижу причин отказать в выселении. Ваша честь, прошу прощения. Автобус опоздал. Пропустите. Мисс Рассел, спасибо, что явились. Но, к сожалению, вы опоздали. Я только что дала добро на выселение. Но, Ваша честь, я подала заявление на банкротство. Что это значит? Ваша честь, прошу вас, мисс Рассел хочет обмануть систему. Она срочно подала на банкротство, чтобы оттянуть выселение. Она подала бумаги несколько недель назад. Мне жаль. В свете новых обстоятельств, я вынуждена объявить автоматическую приостановку выселения. Следующее дело. Как это? Простите. Она нашла лазейку. Я сделал все, что мог. Мне жаль. Какого черта произошло? Банкротство предоставляет жильцу ряд особых прав. Выселение становится невозможным. И когда мы ее выгоним? Когда она съедет? Трудно сказать. Подадим ходатайство в суд по делам о банкротстве. По моему опыту, уйдет еще месяца два. Два? Что? Вы совсем? Вы... Фэй, иди сюда. Тише, тише. За что нам все это? Тихо, тихо, тихо. Успокойся. Я хотела подарить детям новый дом. Знаю, знаю. Дыши и успокойся. Тихо. Тим, нет. Ничего не выйдет. Фэй, у нас есть шанс. Одна компания на таком специализируется. Покупают наш дом по сниженной цене и сами разбираются с Джен. Тим, я выросла в этом доме и не готова отдать его ей. Это семейный дом. Фэй, да, это дом твоей бабушки. Ну, она всегда говорила, нет ничего важнее семьи. Она бы поняла. Ладно. Делаю, что должен. Спасибо. Ой, простите. У моей знакомой такая же тату. Наверное, просто похоже. Нет. Нет, она один в один. На том же месте. Бетти, не подменишь меня? Я пойду на перерыв. Нет. Нет, подождите. Мне очень нужно с вами поговорить. У меня нет времени. Я... Я... Пожалуйста, уделите мне всего одну минуту. Пожалуйста, всего минуту. Вам сюда нельзя. Прошу вас. Умоляю. Послушайте. Пару месяцев назад я была здесь с няней. И вы назвали её другим именем. Возможно, вы знаете... Нет, я не помню. Извините. Прошу. Пожалуйста. Это важно. Вы что-нибудь знаете? Я ничего не знаю. Оставьте меня. Если Алекса узнает, то убьёт меня. Алекса. Да, всё есть. Встретимся у риэлтора в девять. Хорошо. Алекса. Алекса, Джен Рассел. Ничего не найдено. Бесполезно. Тим? Да. Я, наверное, задержусь. Надо в супермаркет. Там могут знать, кто наша няня на самом деле. Нет. Не-не-не-не-не-не-не-не. В чём дело? Я возьму машину. Да, как же. Я видел тебя за рулём. И прежде чем угрожать, вспомни, что только что переспала с несовершеннолетним, а это, напомню, преступление. Давай ключи. И что ты сделаешь? Зарежешь? Ты спятила? Надо было отдать ключи. Давай, пошли. Рука не слушается. Оставь меня. Я не скажу. Клянусь. Пошли. Живей. Прокатимся с тобой. Джен, мне надо к врачу. Конечно. Заедем. Лезь. Я не полезу в багажник. Мне повторить? Залезай. Чёрт. Джен. Джен. Джен, открой. Заткнись. Заткнись. Привет, Рен. Есть разговор. Я не могу, Алекса. Я на работе. Садись в машину. Вот. Держите. Спасибо. Всего доброго. Прошу прощения. Да. Я ищу вашу сотрудницу. У неё тату бабочки на запястье. Да, понял. Должна быть Рен. Рен? Рен Рулин. Да, она ушла на перерыв и не вернулась. Молодёжь. А вы можете что-нибудь о ней рассказать? Откуда она? Из соседнего городка. Шуга... Шуга Гроув. Шуга Гроув. Большое спасибо. Не за что. Если встретите, скажите, она уволена. Здравствуйте. Вы мне не поможете? Я работаю внизу. Ищу одну девушку, которая жила в соседнем городке. Шуга Гроув, кажется. Её зовут Алекса. Полагаю, она там училась. Есть ли возможность просмотреть альбомы выпускников? Нет. Боюсь, у нас нет такой возможности. Но у нас есть копии всех городских ежегодников где-то с начала 50-х. Я знаю, что она дружила с девушкой по имени Рен Рулин. Вот этой. Я её знаю. Она была замешана в пожаре лет пять назад. Кошмар. В пожаре? Да. Одна девочка-подросток подожгла семейный приют. Не помните, как её звали? Увы, нет. Но... Секунду. Можете посмотреть газетные статьи за тот период. Они точно есть на микрофише у нас в офисе. Идёмте, я покажу. Отлично. Прошу. Большое спасибо. На всякий случай скажу, это было пять лет назад. Точно помню, пожар был в летние месяцы. Я бы начал поиск с июля-августа пять лет назад. Спасибо. Удачи. Воспитанница подожгла приют. Шестеро погибших. Несколько получили ожоги. Алекса Додж. Есть. Прошу вас, взгляните на фото. Это та же женщина, что живёт в моём доме. Я не знаю, мэм. Подготовьте к концу дня. Прошу вас, взгляните на тату на руке. Уверяю вас, Алекса Додж – это Джен Рассел. Так её назвала подруга в магазине. И как зовут подругу? Рен Рулин. Работает в магазине Сэмс, но сегодня её нет. Я проверю. Спасибо. Где мы, Алекса? Похоже на пустыню. Хватит так меня звать. Говорила же я больше не Алекса. Прости. Выслушай меня. Я ничего ей не сказала. Не стала бы. Выпусти меня. Я больше не вернусь в город. Ладно. Я тебе верю. Вот только... Всё это уже не важно! Нет, не надо! Рен! Нет! Господи! В доме чисто, миссис Уэллс. Внутри никого. Мы оставим машину, если вдруг она объявится. Ясно. Теперь вы верите? Мы сняли в её комнате отпечатки. Джен Рассел действительно Алекса Додж. Её разыскивают за поджог и убийство. Офицер Сэймур. Простите. Сообщили об автомобильной аварии. Похоже, мы нашли ваших ребят. Среди них Алекса Додж. Она погибла. Понял. Можете больше не беспокоиться. Алекса Додж нашли. Она мертва. Мертва? Попала в ДТП. С соседом Кайлом Бенсоном. Он сильно пострадал, но подтвердил, что Джен угнала машину. Боже. Я позвоню мужу, скажу, чтобы они с детьми возвращались. Конечно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Подбросишь до Пайнвуда? Запрыгивай! Подойди, сынок. Иди ко мне. Мама, теперь нам можно остаться с вами? Конечно, родной. Это твой дом. А можно мороженого? Я принесу тебе креманку. Вы слышали? Что? Показалось. Гляди-ка, что у меня. Ну что, Аллен, в кроватку? Хорошо. Наверное, пробки. Пойду проверю. Не бойся. Должно быть, пробки я выбила. Здоров. Здоров. Тебе нечего бояться. Джен так и сказала. Джен? Когда была твоей няней? Нет. Но… Милая, ты забыл? Она больше не вернётся. Но она здесь была! Аллен, вставай. Идём к папе. Идём к папе. Продолжение следует... Ты сама во всем виновата. Надо было откупиться, как остальные. Но нет. Ты разнюхивала о моем прошлом. И теперь... Ты заплатишь. Ты так любишь этот дом. Поэтому... Останешься тут навсегда. Ты... Или Алан. Найди калиба. Нет, прошу, Джен. Алекса, пожалуйста, отпусти детей. Они не виноваты. Какая разница? Пусть это будет тебе уроком, Аллан. Жизнь несправедлива. Вот взгляни на меня. Я хорошо себя вела. Но... Меня постоянно швыряли из приюта в приют. Это... Сплошное мучение. Алекса, это не жизнь. Алекса, знаю. Это несправедливо. Я все исправлю. Перепишу на тебя дом. Все, что угодно. Думаешь, я настолько тупая? Тут одно старое барахло. Где деньги и ценности. Я... Я... Забыла? Я не знаю. Не знаю. Все ты знаешь. Нет, правда. Не знаешь? Боже. Нет, нет, нет. Я знаю, что вам нужно. Знаю. Внизу. Бабушкина коллекция. Так и знал. Лучше тебе не врать, сука. Нет, нет, нет. Миссис Уэллс, это офицер Сей. Только что установили, что тело принадлежит не Алексе Додж, а Рен Рулин. Заприте двери, мы скоро будем. Это все ты, тварь! Нет, нет, нет! Пожалуйста, ты еще можешь сбежать. Уходи. Ты спасешься. Иди. Нужен заложник. Нет. Отпусти. Нет. Отпусти его. Либо пойдет со мной, либо убью. Пойдешь следом. Прирежу. Отпустите ребенка. Алекса Додж. Аллен, беги в домик. Сейчас же. Беги, скорее. Они за домом, скорее, за ними. Алекса Додж. Боже. Попал, урод! Вы целы? Вы в безопасности. Джен? Аллен! Умоляю. Ты во всем виновата. Полезла куда не надо. Я не сдамся им снова и не вернусь. Отпусти Аллена. Ты не понимаешь. Мне некуда идти. Это конец. Успокойся. Все будет хорошо. Я обещаю, тебе помогут. Прошу. Алекса Додж, бросьте нож. Алекса, прошу, отпусти Аллена. Аллен, родной. Беги вниз к полицейским. Почему меня так не любили? Не понимаю. Никогда. Боже. Боже, Алекса. Нет. Нет. Алекса. Нет. Господи. Даже мама меня не любила. Это неправда. Поверь. Приемная мать сказала ей, не терпелась от меня избавиться. Я чудовище с рождения. Нет. Алекса. Мама тебя любила. Она заболела. Ей пришлось тебе отдать. Она не могла о тебе позаботиться. Нет. Ты врешь. Нет. Я не вру. Я докажу. Есть доказательства. Нет. Нет. Я тебя не отпущу. Я не отпущу. Я передам тебе статью о матери. Там все написано. Все будет хорошо. Ладно. Пошли. Мы снова будем жить рядом с бабушкой? Опять в новом доме? Да, сынок. А этот продадим моей кузине и ее мужу. И переедем ближе к бабуле. С домик поменьше. А Джен? Где она будет жить? Джен получит необходимую помощь. У нее будет своя комната. Чудесная. Мелее. Мелее. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok